Писать Антон Павел Чехов Нельзя сказать, что от нужды Но вообще очень рано на него легла обязанность Тащить за собой семью При этом надо сказать, что семья обошлась с ним довольно немилосердно Я уж не говорю о том, что папа Павел Егорович Лупил своих детей Детей было много Дети очень рано начали работать в лавке И получали и по ушам, и по зубам И по мягкому, и по жесткому месту постоянно Чехов вспоминал, что он часто в детстве просыпался рано утром Вот с этим ощущением, что А вот сегодня буду бить или нет Вот в этом состоянии страха Старшие братья Мочились по ночам от страха До подросткового возраста А иногда уже, что называется, во взрослом состоянии На 16-летнего Антона Семья Отец начал разоряться Свалил дом в Таганроге Со всеми кредиторами, долгами Со всеми обязательствами И он тащил все это на себе 16-летний парень Оставшись там в Таганроге с младшим братом А они писали ему письма и требовали денег Потому что семья нуждалась Так откуда же он мог взять денег-то Когда кредиторы ходили под окнами день и ночь Но это мало кого интересовало Я рассказываю об этом, чтобы мы с вами поняли Что это удивительное, какое-то немыслимое чувство юмора И ощущение неприходящей Как это кажется, конечно, радости жизни Которая и начала сверкать вот этими алмазами Изумрудами в ранней прозе Чехова Подписанной чаще всего Антоши Чеханте В ту эпоху, когда он учился на доктора А в ту пору ведь учиться на доктора Это ведь правда надо было учиться Ну то есть вот если ты учишься А он учился и у Склифосовского И у других знаменитых докторов В той эпохе это было время Когда русская профессура в медицине Начала впервые в русской истории вытеснять немцев Которые до этого были номером один в медицине Это страшно сказать Там сдавали экзамены десятками И проходили последовательно Вот всю эту историю От терапевта до гинеколога, венеролога и так далее Знали практически все И я думаю, что может быть никто бы из нас не смог учиться тогда В университете Мы просто не адаптивны к этой ситуации А по ночам писал И писал так, что вот крестьяне хохотали Когда потом все это перечитывали И вот имея такую жизнь Он же тащил за собой семью И тащил ее на протяжении всей жизни А старшие братья Александра и Николай пили И пили сильно А Николай пропивал все Брал взаймы Исчезал с заказами Он был очень талантливым художником И когда он умер, Антон Павлович выплачивал его долги И выплачивал долги за всех И кормил всех И всегда во всех домах, которые снимал семейство Чеховых Там собиралось невероятное количество людей Когда читаешь чеховские биографии Это просто поражает Невероятное, немыслимо Он всех зовет в гости Всех зовет в гости и угрожает Не приедешь, заставлю съесть столько-то пучков редиски Не приедешь, да чтоб у тебя тесемки на улице развязались Не приедешь, да чтоб И вот Проживая такую жизнь, он писал И писал с невероятным островом И не только писал Он вообще был таким Человеком театра, конечно, во многом Вот странно, два великих доктора В истории русской литературы Там еще были у нас доктора Но эти уж, Чехов и Булгаков И оба с таким Удивительным чувством юмора И потрясающим жизнелюбием Ну вот розыгрыши Они еще в юности Однажды он, Левитан Исак Левитан, его друг Знаменитый русский художник И старшие братья Купили апельсинов Вышли на улицу И стали продавать их по мизерной цене Ну совсем мизерной Ну там, допустим, килограмм апельсинов стоит рубль Они по копейке продавали Переполошили весь квартал Лавочник, который продал им апельсинов Едва не сошел с ума Стал звать городовых Забрали в полицию Сегодня бы это была такая акция антиглобалистов Которые решили разрушить капиталистический рынок Они забавлялись Они забавлялись Или подойти к городовому на улице Взять арбуз Завернуть все в плотную бумагу Чтобы было непонятно, что там Подойти к нему и сказать Бомба Неси осторожно В участок Городовой от ужаса брал бомбу И нес ее в участок Но они, конечно, заливались Конечно, заливались Бесконечное количество историй Приезжают с актером Свободиным Еще одним приятелем Чехова А друзей и приятелей у него было огромное количество Умел человек знакомиться И умел к себе расположить всех Вот эта тихая деликатность Мережковский о нем скажет Что прозу Чехова невозможно представить Вот на каком-то повышенном тоне Голос не повышается никогда И в жизни Никогда не повышался Никогда не повышал голос Не впадал в истерику Ну, это было свойственно всем другим членам семьи Чехова А он это все тащил Он их еще и внутренне, психологически тащил всех за собой Это человек, который в 1885 году Впервые испытал, что такое легочное кровотечение И он умрет от чахотки И многие годы его жизни Вот этой бесконечной двойной работы Он говорил о том, что медицина – жена, а литература – любовница Ну, и метался То жена ему была ближе, то любовница И к литературе поначалу относился Ну, несколько легкомысленно Ему напишет письмо Григорович Знамитый писатель, автор Антона Горемыки И Чехов его очень ценил И он будет дружески распекать Чехова в этом письме Как вы легкомысленно относитесь к своему таланту Ну, как легкомысленно Вот читал ваш рассказ «Егерь» Ну, это же, это же великая вещь Но так часто вы берете какие-то цинические сюжеты Вот есть у вас такое вот какое-то стремление Покопаться в навозной куче И видно, что не отделываете свои рассказы И Чехов пишет огромное письмо Где он счастлив, его Григорович признал Признал за ним огромный талант И рассказывает, да «Егеря написал в купальне за несколько часов» А вообще по ночам все это писал Сразу, быстро Он говорил, Кароленко Знаете, как я пишу «Вот пепелинцы на столе» И Кароленко смотрел на пепелинцы Вот я вам сейчас напишу рассказ И тому казалось, что над пепелинцей Появляются персонажи, персонажи, персонажи Чуковский, который напишет «О Чехове» – одну из лучших книг Попросит нас представить себе Что если все герои чеховских рассказов Выйдут на улицы Это какой будет город? А там унтеры пришибеевы Архиереи, дички, инженеры Купцы, крестьяне Проститутки, мещане Тысячи людей Тысячи персонажей Вот из этой пепельницы Он сам говорил, что творчество Брыжет из него Ну, как где-нибудь в Баку Нефть из нефтяной скважины Поэтому, в общем, так вот Отработав целый день Доктором А талант докторский Эксплуатировался Друзьями Все писали письма И надо было ехать Надо было ехать ночью Надо было ехать утром Все это потом В чеховских рассказах Мы обнаружим И лечить племянницу Одного своего друга Жену другого Дядюшку третьего Часто племянница Дядюшка Брат и брат сестры Жили за пределами Москвы А по ночам писать А по ночам писать И вот одна же с актером Свободен Они приезжают в маленький городок И, ну, Свободен понятно Он актер И в ту пору актер знаменит Они начинают изображать Барина и его лакея Свободен играет Барина А Чехов изображает В этой гостинице Ну, такого вот Подлого лакея Сытого Избалованного Лицемерного Розыгрыш продолжается Все время Пока они живут в гостинице Все, кто с ними А там целая толпа Лежат от хохота Они едут в поезде Его сестра, младшая Маша Которая сыграет Биографию Чехова Огромную роль Она вдруг увидит Своего профессора И так им как-то залюбуется А семья В общем, одета Немножко так вот Как-то по-деревенски Откуда-то они едут И вот как это бывает У молодой девушки Не хочется ей показать Что вот это вот Люди тоже с ней Чехов это очень быстро заметил И начал изображать повара А маму Маму И свою И Машу Быстро превратил Тоже в персонажа И вот Выпивал рюмку за рюмкой Кланялся И начинал рассказывать О том, как у них в усадьбе Как принято Маша краснела И находилась где-то Вот на там Десятом Пятнадцатом Небе от стыда И от счастья От того, что Такой брат И вот вся биография Чехова Не взирая на чахотку На холеру На брюшные тифы В Мельхо он будет принимать Каждый год До тысячи больных Все бесплатно Будет давать им Лекарства Все бесплатно Когда будет эпидемия холеры Она будет приближаться К Москве Он Возьмется лечить Естественно И ему Территорию дадут Двадцать пять деревень Двадцать пять деревень Больных холерой Вот вы себе это просто представьте И шутил Играл Я еще в школе Когда прочитал Как он умирал И прочитал Вот эту фразу Человек Который Вот сейчас умрет Через несколько секунд Когда он сказал Вот это вот Хорошо бы сейчас Выпить шампанского Я был совершенно поражен Потому что Я себе тогда уже Представил Что такое Человек сейчас умрет От чахотки От туберкулеза То он двигаться не может То у него сил нет Какое шампанское А хорошо бы сейчас Выпить шампанского Вот таким человеком был Антон Павлов Чехов И это к нему Конечно же Всех располагало И это делало его прозу Вот такой Такой Он писал эти рассказы С десятками Когда Выступал под свиданием Антоша Чеханте И казалось Что эти рассказы умрут А я и сегодня Их слышу по радио А я и сегодня И слышу Как люди смеются Над этими рассказами И сегодня Правда уже мало И почти уже не ставят В советские времена Ставили Фильмы по ранним Чеховским рассказам Где и налима Хирургия Лошадиная фамилия И так далее И так далее И так далее Аптекарша Дочь Альбиона Все вот эти вот Маленькие Искрящиеся шедевры Они же до сих пор Они до сих пор живут До сих пор И Владимир Набоков Который Пытался соединить Да Объяснить Студентам В Америке Когда он преподавал В Америке Что это за чудо Проза Чехова И что это за феномен Сам Чехов Он говорил Вот Вы посмотрите Что вся печаль Вот эта невероятная Да Чеховских Поздних Скажем так Да Условно Произведение Она же открывается Только людям У которых Есть чувство юмора То есть Есть какая-то печаль Которая доступна Только тем Кто умеет смеяться Это очень точно сказано Это очень точно сказано Невероятная грусть Да И невероятная сила С которой Человек держал Свою семью Это сила Человека Который умеет смеяться Я хочу вам прочитать Такой вот Небольшой фрагмент Это его письмо брату Письмо брату Вернее Два письма Два фрагмента Из писем Двум братьям Один Жалуются Должники Кредиторы Все просят денег Он объясняет Ты пишешь Жгут Режут Точут И пияют То есть Долги требуют Милый мой Да ведь нужно же Долги платить Нужно Во что бы то ни стало Хотя бы Армянам Хотя бы ценой Голодухи Если университетские Пишущие люди Видят в долгах Страдания То что же остается Остальным Это Младший брат Пишет старшему Письмо другому Старшему брату Он описывает Все его дарования Говорит Есть только один Недостаток Это невоспитанность Крайне Невоспитанность Сказывается Плоть Мещанская Выросшая На розгах Урейнского Погреба На подачках Победить ее Трудно Ужасно трудно Воспитанные люди По моему мнению Должны удовлетворять Следующим условиям Первое Они уважают Человеческую личность А потому Всегда снисходительны Мягки Вежливо Уступчиво Второе Они ночей не спят Чтобы платить За братьев студентов Одевать мать Третье Они уважают Чужую собственность А потому И платят Долги И дальше Они воспитывают В себе эстетику Они не могут Уснуть в одежде Видеть на стене Щели с клопами Дышать Дрянным воздухом Шагать По плеванному полу Питаться Из керосинки Они стараются Возможно Укротить Облагородить Половой инстинкт Спать С бабой Дышать Ей в рот Слышать Вечно Ее мочи Испускание Выносить Ее логику Не отходить От нее Ни на шаг И все Из-за чего Воспитанные Животом отношения Не так Кухонно Это он Брату Который Конечно же Всем Вот этим Страдает Вот И Антон Павлович Оказался Свидетелем Того Как он Живет И общается Со своей Супругой Им Нужно От женщин Ни постель Ни лошадиный пот Ни звуки Мочи Испускания Ни ум Выражающийся В умении Надуть Фальшивой Беременностью И лгать Без устали Им Особливо Художникам Нужна Свежесть Изящество Человечность Способность Быть Не дыркой А матерью Они Не трескают Походя Водку Не нюхают Шкафов Ибо Они знают Что они Не свиньи Иди К нам Разбей Графин С водкой И ложись Читать Хотя бы Тургенева Которого Ты не читал Плохое Самолюбие Надо бросить Ибо Ты не маленький Тридцать лет Скоро Пора Жду Мы все Ждем Это Характер Это Характер А вот Совсем Юный Антон Чехов Он сидит В Таганроге Шестнадцать Лет Имение Обложено Долгами Деньги Надо платить А семья Требует денег Пришли срочно Чем ты там Занят Где деньги Вместе С письмом Старшему брату Александру Он отправил В Москву Железную Дверную Петлю Булочку Вязальный Крючок И образ Филарета Милосердного Вот это Чеховское Чувство Юмора Откликнулся В шестнадцать лет На вот это Беспрецедентное Наглое Со стороны Семьи Требования Денег Шестнадцатилетнего Парня Мальчишки Практически Но он не был Мальчишек И вот Вот эта Великая Печаль Но очень Красивая Печаль Поздняя Чехова Это печаль Человека Который Вот так Умеет Смеяться И собственно Говоря Все сложности В так Называемой Любовной Истории Чехова Они Тоже Во многом Связаны С его Удивительным Умением Смеяться Но об этом В нашей Следующей Программе Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...